Хэй, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель, и я рад вас приветствовать на распаковке новой партии машинок. Сегодня будет прям реально интересный выпуск, потому что у нас будут три машинки Hot Wheels, вернее, две машинки и один мотоцикл. Даже машинки уже сами по себе классные. Далее у нас будет один MobiCard и одно яйцо Valley, в котором находится сюрприз. Его мы откроем в самом конце, также оно будет на превьюшке, скорее всего, вы уже видели. И давайте, я, наверное, не буду прям говорить, что сегодня будет, а берем по порядку, и также мы по порядку и узнаем. Итак, первое, что я беру в руки, это Bugatti Chiron, или Chiron, не знаю, как правильно. Серия Factory Fresh. Я так понимаю, у меня с английским все очень плохо. Fresh, ну, короче, свежие, классные свежие машинки, то есть современные. Говорю сразу то, что я очень люблю машинки. Я прям, у меня всегда была, были машинки в детстве, но я никогда не смог, не мог начать нормально коллекционировать. И вот сейчас только это удалось. И я всегда ссался прям кипятком от моделей Bugatti. Как бы их там ни ругали, я относился к людям, которые любят это все. Значит так, Bugatti мы картонку убираем и, ну, навес она легенькая. Катается, давайте сразу проверим. Ну, немножко так шумновато, но мне важен сам молд. Во-первых, она черная с таким перламутром. Я бы сказал, темно-темно-серая с перламутром. Конечно, не очень классно, было бы круче, если бы она была синяя с белыми полосами, как она презентация. Но так тоже, в принципе, неплохо. Также тут черный перламутр с белой полосой. Внешне вот эта вот морда просто угрожающая. Фара придется самим продетализировать. Значок, а не значок нарисовали, нифига себе. Там видно его. Правда, по-моему, он ушел немножечко вверх. Сбоку машинка смотрится реально классно. Сзади, сзади тоже никакой детализации. Вот это вот мне, правда, вот эти вот отверстия меня прикалывают. Внутренняя детализация. В принципе, можно что-то там разглядеть. По-моему, там, по-моему, все нормально. Правда, пластик. Кстати, вот это тоже, вот это пластик. Вот это какой-то супер тоненький, легенький металл. Отставляем пока сторонку сюда. Далее мы берем нечто необычное, потому что это мотоцикл. Это линейка Honda. Honda Monkey 250. Honda обезьянка. А, не 250, Z50. Точно. Берем ножичек. Честно, я, когда был в детском мире, там был еще один байк, но его я уже взять не мог, потому что бюджет у меня был ограничен. Как-то они вот сложнее всего открываться. Я боюсь, лишь бы мне не порезаться. И я видел то, что широ. В принципе, если бы не он, я бы, наверное, и не стал это снимать. Думал, типа, это будет неинтересно. Но потом такой, типа. Ну, раз есть люди, которым это нравится, может быть, и меня кто-то, да, посмотрит. Так вот, я видел, он собирал линейку у Honda. Сама линейка, в принципе, ему не очень понравилась. Короче, я открываю вот так, а картонку потом нормально обрежу, чтобы хранить геморрой больше. Вот такой вот мотоцикл. Он довольно-таки увесистый, больше напоминает те мотоциклы, которые идут в монополии. Кто играл, там были такие вот фигурки, там прокачиваешь, по-моему, сначала идет самокат, потом мотоцикл и потом прям байк. Тут вот практически все металл, разве что сидушка, вот эта часть, ручки. Ручки, кстати, из мягкого металла. И колеса, ну, колеса, понятное дело, это пластик. А весь остальной конкурс, корпус отлит цельным металлом. И причем детализация у самой формы была отличная. Я даже не знаю, и можно играться как-то, катать его? Ну, в принципе, если его вот так потолкнуть, он немножко проедет, и он хотя бы стоит. Если потолкнуть чуть-чуть с ними... О, даже, ага, падает. В общем, это такая чисто коллекционная вещь, потому что играться с ней только если вот так вот. Но, тем не менее, тоже прикольно. Я очень хотел в своей коллекции что-нибудь необычное. Самолетов тут не будет, говорю сразу. Может быть, все-таки пойду, куплю тут спортивный байк. Этот же мотоцикл я отставляю дальше в сторонку. Следующее, что у нас идет, это пополнение моей семьи Camaro. На этот раз у меня Chevrolet Camaro 1967 года из линейки Hot Wheels Flames. То есть, пламя как-то так переводится. У меня в самом первом выпуске уже была машинка из этой линейки, из этой серии. И почему-то их не обновляют на самом сайте Hot Wheels. Я не могу ввести код, чтобы у меня эта машинка была там в коллекции. Чуть по пальцу не зарядил. Это что-то, собственно говоря, за серия. Серия, в которой машины раскрашены каким-либо пламенем. Да, емое. Вот, наконец-то. Что мы видим тут? Она довольно-таки легкая. Блин, обидно прям. Но раскрашена она прям круто. Такая вот коричнево-бронзовая раскраска, также с перламутром. Блин, мне не очень нравится перламутр на машинках. И такой же вот в старых... Вернее, как под старину раскрашенный рисунок огня. Как бы это объяснить, что я имею в виду? Нарисовали пламя через корпус и состарили рисунок. Вот. Думаю, вы меня поняли. Это металл. Сейчас. По-моему, это металл. Или нет. Хрен его знает. Но машинка ощущается легко. Это металл. Это пластик, насколько я понимаю. Может быть, хромированный. Детализация в салоне тоже есть. На нее мы не обращаем внимания. Тут тоже трубы торчат. Колеса. Вот мне нравятся колеса тут. Они такие же бронзово-золотые. Кто занимается каким-то кастомом, и кому нужны доноры. Если вы не собираете... А вот... Вернее, если вы не собираете коллекции, а собираете что-то свое, то, в принципе, по скидке, когда Hot Wheels продается, можно вот это брать. И колеса тут прям замечательные. Ну-ка, как ты катаешься? Катается, кстати, она... Ой, ее что-то влево заносит. Вот. Вот, я ее пускаю прямо. Так. Блин. Да, ее немножечко заносит так влево. Но в коллекцию Камара идет. Кстати, да. Камара типа... Что? Это же не Камара. Да, это Камара. Но старенькая. Какого она? Семидесятого? По-моему, с семидесятого года, если я не ошибаюсь. Далее у нас идет машинка. Уже не Hot Wheels, а Mobicard. Эти машинки я показывать буду редко. Но иногда все-таки буду показывать. Потому что у них куча действительно интересных экземпляров, которых я не встречал ни у кого другого. И масштаб у них чуть-чуть меньше. Если эти один к шестидесяти, то эти один к шестидесяти четырем. Скотчем нигде не заклеено. Отлично. Кстати, это у нас Chevrolet Corvette. Тоже класс. По-моему, это же кроссовер, да, идет? То есть, в плане... Боже мой. Нет, не заклеено. В плане это две компании... Две компании произвели на свет один автомобиль. Да, эти машинки еще отличаются тем, что они заводятся. Там внутри моторчик маленький. Сейчас, вот. С пробуксовочкой как-то. Ну, давайте проверим ее внешний вид. Опять-таки, машина с полосами. Это в мою коллекцию идет. Спереди у нас офигенский, продетализированный значок Corvette. Вот. Единственное, что она ощущается очень легко, даже по сравнению с самыми легкими машинками вот отсюда. Прямо катастрофически тонкий металл тут ощущается. И вот это сразу видно, что пластик. Кстати, дно даже не продетализировано. Даже капельку. Единственный плюс, который тут может ее вытащить, это ее внешний вид. И он, в принципе, классный. То есть, я ничего не могу сказать. Детализация просто на высшем уровне. Сверху. Внутри, в салон, тоже как-то продетализированный. Там сложно разглядеть. Но, в принципе, если разглядеть, то можно понять, что салон продетализирован лучше, чем там. Но, тем не менее, ощущается, как бы, не дешевизна. Она даже, по-моему, чуть дороже идет, чем Hot Wheels. Не дешевизна, а какая-то экономия на материале. Потому что, ну, прям, ну, прям вот она легенькая. Ну, в принципе, поставить на полочку. Поставлю к другим мобикартам. Теперь у меня их три. Будет такая вот, немножечко другая левая коллекция, скажем так. Здесь же, еще раз говорю, у меня был первый выпуск, который мы проверяли в Вэле, Hot Wheels и Автогранд, или Автотайм, я не помню, как он тогда назывался, в которых вот эти яйца, это яйца-сюрприз. Мы не знаем, что тут попадется. Но, думаю, это и ежу понятно. Тут, по-моему, должна быть первая линия, но я хочу сделать вот так. Ах, кайф. В этих яйцах удобно, когда нужно куда-то переехать, вот эту коллекцию вот так составить, если у вас нет определенного бокса. Итак, что я отсюда хочу? Давайте все-таки немножко тут поддержим интригу. Какие у нас тут есть модели? Audi, Porsche, Jeep, Nissan, Bentley, Honda, Land Rover, Jaguar. Я думаю, это не все лицензии, что у них есть. Я хочу что-нибудь, наверное, спортивное. Я хочу отсюда и Chevrolet, и Camaro. Все, точно. Давайте открываем. Так, что-то такое. Я уже немножко расстроен. Это Toyota. Написано просто Toyota 86. Такого рыжеватого перламутрового цвета. Да почему все делать и перламутровым? С потертостями на границах деталей. Детализация, кстати, тут огонь. То есть и фары продетализировали, прорисовали, и значок сзади. Сзади тоже красным мазанули. Даже маленький значок. Я не знаю, видно будет, нет? Даже маленький значок Toyota. Вот там вот. На секунду фокус ловится. Вот он. Есть. Toyota, это же епошка. А она праворульная. Нифига себе. Это определенно классно. Как ты катаешься? Ну, это сейчас фокус. Ну, такое себе. Шумновато, да и плоховато. Но, в принципе, поставить на полочку будет нормально. Но я все-таки хотел, может быть, чего-то большего, чем Toyota, блин. Ну, окей, окей. Коллекция сегодня у нас вот таким образом пополняется. В принципе, видеоролики, которые... Я, короче, сейчас снимал три видеоролика с распаковки машинок подряд. И, фух, наконец-таки сегодня это был последний видеоролик. У меня все. Кончились нераспакованные машинки. Надо будет опять копить денюшек, бежать в магазин и закупаться для следующего выпуска. Надеюсь, хоть какой-то ответ я получу от вас. Если же нет, я просто буду вот так видеофиксировать свое пополнение коллекции. Может быть, когда-нибудь сниму на нее полный обзор, когда там накопится хотя бы 50 моделей машинок. В общем, на этом все. Если вам понравился видеоролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. Всем спасибо, всем удачи до встречи. Пока!